Хм, добро пожаловать, друзья, на прохождение игры Трансформеры Закалённые в бою. С вами, как всегда, Доцент, и у нас особая миссия. Поступь зла, охота на монстров, неужели что-то серьёзное у нас началось? Ну, после сумасшедшей палатки Рэйчта, летающего, точнее, недолетающего джаза и прочего абсурда, это вроде как чё-то серьёзное намечается, и судя по этому скриншоту, прямо можно сказать с элементами хоррора. Ну, не знаю. Посмотрим. Поступь зла, охота на монстров, часть первая, архивы ультрамагнуса. Угу, у нас здесь ультра... А, постойте, так это у нас ультрамагнус нарисовано? Чё-то на оптимус похож. Погодите, я не припоню, а как у нас ультрамагнус-то? Так, спектральные крушители. Кстати, название третьей миссии как бы намекает на то, что надо кого-то добавить в отряд. Погодите, ультрамагнус у нас как? Где он там? Так, во-первых, вернём миража. А во-вторых... Ну где ультрамагнус? Ну-га. А, да, это ультрамагнус, оказывается, был. А я думал, оптимус прайм. Они чё-то так похожи, что аж это, путаешься. Ну, в принципе, стандартный отряд собран. Блин, знаете ли... Так, погодите, а кто у нас там? Сейчас, одну секундочку. У нас... Ага, разведчик. Значит, против него будет воитель хорош. Дайте-ка я всё-таки этого хочу. Некротронуса. Мираж, пока что ты это, да, повременишь. Во, отлично. Среди экипажа обнаружен предатель, да, импостера. Ну ладно. Отряд, я думаю, самое то. Погнали. Будем за Некротронуса учиться воевать. Уж очень хочется посмотреть его способности. Сполна. Командир, вы попали в странную линию времени. В ней Магнус нашёл монстров. Передаю его данные. Начало записи. Я сохраняю этот архив на случай, если я не смогу изучить и устранить паранормальные угрозы, которые мне удалось обнаружить. Недавние неприятности привели меня к пониманию, что на Квинтессе Нове появились уникальные и враждебные сущности. Сайд... Я думал, сейчас добавить... Видеогномика. Уникальные. Это подходящее слово. Очень злые духи. Я бы назвал их так. Сайдсвайп. Я думал, ты отключился. Не ожидал увидеть тебя в этой спектральной форме. Тогда присмотрись получше. Здесь лишь ты и призрак в этой пустоши, и никакой помощи не будет. В смысле, кого бы ты ни позвал. Я надеялся, что Эктронимус Диаматрон присоединится к этой миссии, но он... Он не боится призраков. Но его здесь нет. Стойте, погодите. А чё, получается, сайдсвайпу грохнули, и он как призрак, что ли? Блин, это же Монкас в натуре. Ха-ха-ха-ха. Обалденно. Всё, я понял. Молодцы разработчики. В тренд со временем идут. Ха-ха-ха-ха. Да. Сайдсвайп не был предателем, да? Ха-ха-ха. Походу, Ультрамагнус его и это... Молотком и тюкнул. Точнее, нет, проголосовал. Проголосовал, да? Кого же у нас выкинуть с квинтессы новые? О, давайте вот сюда вот. И мне крайне интересно посмотреть, как у нас два этих Некротронуса схлестнутся в смертельной битве. Или пусть Гримлок с Некротронусом. Давайте так, я думаю, Гримлок с Некротронусом, а самого Некротронуса мы прибережем для финала. Там как раз будет разведчик, и вроде показатели силы должны выровняться. Значит, призраки, скачем с линии времени. Больше похоже на то, что наш отряд путешествует не то, что сквозь вселенные, а сквозь какие-то фильмы, игры. Так или иначе, движемся согласно трендам. Плывем в трендах. Оказались в трендах, как я говорил. По самой ноздри. Обалдеть. Аж булькает до ушей. Так. А что это такое? Заряда Титана. Хорошо, что я увернулся. Ой-ой-ой. Так. Не-е-е-е. Ой-ой-ой, зря, ну зря. О-о-о, вы видали? Нифига себе. Слушайте, вот это тебе артефакт. Нихрена себе. Ну вот у Мегатронуса и Некротронуса, у них прям вот этот вот артефакт крайне читерский. То есть, в теории, он позволяет пережить смертельную атаку, когда уже там, допустим, 1% останется или близко к 1%, включится артефакт войны или как он называется. И можно даже пережить атаку в 3 деления, главное правильно подгадать время. И правильно рассчитав силы 1 и 2 заряда, можно красть здоровье и... Фух, это круто. И даже перебить атаку в 2 деления. Ну, что тут сказать, боги-полубоги. А у нас Оренхайд. С двумя ракетинами. Оренхайд у нас как этот... Кратос. Квинт-эсонский Кратос у нас он будет. Кибертронский. Так сказать. Длани смерти не страшны мне. Локдаун и наемники мне не помеха. А ты, Мегатрон, не доживешь до заката солнца и месть моя свершится. Вот это и у него вместо клинков хаоса у него ракетница хаоса. У него более, так сказать, практический способ устранения целей. Клинки-то хорошо, но дальний бой всегда есть дальний бой. Тик. Ну, куда? Ну, давай-то сюда, я думаю. Мы особо тут из себя корчить не будем. Ну, давай. Гримлок. Да. Что-то крайне интересно. Прям какой-то реально хоррор. И сайдсвайблана в виде призрака. Ну, видит, это, видимо, отсылка к этому Старскриму. Когда его грохнули, он же ведь тоже в виде призрака скитался. Ну, здесь что-то какая-то вселенная вообще прямо хоррор. Ультрамагнус архивы ведет. Чего? Не подобраться, да? Решил его энерготеком пустить, а у Гримлока... Так сказать, пассивка охеревания называется. Он от такого злиться начинает. Вот. Ну, Шоквейв, ну кого мне против тебя вот выставить? Ну, я даже... О, ну давайте, собственно, опять Гримлока. Почему бы и нет? Скажем так, сейчас у Шоквейва, наверное, судорожно заболела одна рука. Ой, при виде Гримлока. Конкретно та, которая заменена на ствол. По одной из версий, и ее откусил Гримлок, если кто не в курсе. Знаете ли, я только сейчас что-то подумал. Опять продолжая тему Эммонгаз. У меня такое создаётся впечатление, что мы бегаем с отрядом, члены экипажа, так сказать. И просто выносим остальных членов экипажа, вот всех, кого мы сейчас прошли, там, Некротронус, да, и всех прочих. И в конце такая надпись. Они не были предать. Вот это будет вообще просто супер. Хорошая игра. О, слушайте, ну, по-моему, предатели Старскрим, это вообще, наверное, из разряда синонимов. Причём я вижу, там нас ещё и этот будет ждать. Тик, ну ладно. Если я выберу этот, то тут может прийтись крайне тяжко. Хотя, хотя, погодите, давайте-ка. Почему бы и нет? Добавим немного огоньку. Раньше-то я сражался с рейтингами вдвое больше моего. Вспомнить первые серии, где вообще ботов не хватало, противники чертовски сильные. Вовремя-то были. Приходилось изрядно потеть. А сейчас, этакие, знаете ли, синдром Сайтама. А чё обнулино-то? У Гримлока что-то обнулилось, но никаких эффектов нет. Давай, я прямо заряжусь этой энергией. Ах, ты зараза. Да, оказывается, надо было с самого начала лезть это. Вближку набивать себе. Ярость. И после одним ударом супер-атаки выносить Старскрима. Ну ладно. Ой, мы бот теперь сюда повернули. Мегатронус. Ну как они хотя бы это... Ух, нифига. Так Некротронус больше Мегатронуса? Вот уж не думал. Слушайте, да, он реально повыше будет. Прямо на полголовы, уж точно. Хм. Интересно. Вот это интересно. То есть они ещё чуть-чуть длину увеличили. Так, ладно. Ну, что-то мне прямо не терпится. Давайте, давайте попробуем. Пусть Некротронус и Мегатронус схлестнутся в битве. Так. Потенциал силы. У него накапливается. У меня так набивается. Ах ты зараза. Ладно. Во. Давай-давай-давай-давай, М. Да что ж такое, почему я от последнего вернуться не могу? Тик. Артефакт сохранения. Вот только этого мне не хватало. Артефакт сохранения-то вообще не к добру. Ой, 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 ой. Так, вот, артефакт ярости. Блин, Некротронус, ты чё меня слушаться перестал? О, он слушаться меня перестал, а, охеренно. Вместо того, чтобы уворачиваться, начал с какого-то перепугу. Да ты ладно, блин. Я... Он не слушается меня. Артефакт бессмертия. Один процент. Вы видали, чё это было? Чё-то вообще какие-то галюны пошли. Некротронус меня с середины боя перестал слушаться. Я ему говорю, давай-ка вниз уклоняйся туда-сюда, а он вместо этого стреляет. Обалдеть. А под конец чё-то я вообще не понял. Вроде как артефакт активировался, тоже взлетел, но не увидел никаких индикаторов того, что именно артефакт активировался. Дух известный как Сайдсвайп. Я требую, чтобы ты покинул этот мир и соединился с Искрой. Сила Праймуса подчинит тебя. А, Ультрамагнус ещё и экзорцист у нас. Константина. Прямо. Ей-бого. О, правда? Экзорцизм? Единственное, что тебя ждёт, это я. И я буду гнаться за тобой, пока твой движок не выйдет из строя. Ты постоянно нападала на автоботов и на десептиконов. Но я читал о таких монстров, как ты. Я готов. Магнус, в твоих файлах нет ничего похожего на меня. Я призрак. Я кошмар. Сообщаю всем, кто услышит эту запись. У сущности отмечаются короткие периоды. Бестелесности, во время которых повредить ей нельзя. Но согласно отчётам, сущность получала ранение раньше. И если у этого существа идёт кровь, его можно убить. Снова. Ну, прям как Шварценеггер заговорил из Хищника. Если у него есть кровь, его можно убить. Идёт кровь, точнее. Так, ладно. Походу, у нас Некротронус нет. Во, обалденно. Призрачный. Новая способность. Призрачный сайдсвайп. Вот кто предателем был, да, всё это время. Усилитель спецатака 3 призрачный. У бота периодически активируются фазы бестелесности. Во время которых все обычные атаки промахнутся. Обычные. И металлические монстры. Этот бот обладает качествами монстра. Это как понять? Это что за... Так, ну выпустим Арси. В смысле металлические? Это вообще что даёт? Качествами монстра. Что-то новое. Интригует, интригует. Это металлический призрак. Чего? А чё это было вообще? Голены какие. Короче. Гоуст мод шорт. Короткий период призрака. Длительная. Так, максимальная тяга сайдсвайп врывается в бой. И на этом в принципе всё. Надо ждать когда у него пройдёт этот гост режим. Так, у него теперь... Да, откат. Всё. Во времена откатов он огребает так же, как и обычный... Это охотники за привидениями. Ха-ха-ха. Гостмастерс. Так. Обалдеть. Всё. Мне почему-то периодически кажется, что написано МС инвалид какой-то. Но это не инвалид. Ой, я крутой период. Нет, ты призрачный период. Блин, обалдеть. Сука штя. Успел напоследок. Он этот использовал крик из Скайрима. Бесплотность, короче. Ха-ха-ха. Ну только забыл третье слово силы изучить. И вот те дела. Пожалуйста. Хорошие охотники за привидениями. Обалдеть. Эмон Касс. Охотники за привидениями. Скайрима. Чё у нас там ещё было? Короче. Всего здесь понамешано спектральные крушители. Обалдеть. Ха-ха. А прикиньте, если бы вышел фильм охотники за привидениями, где с призраками в рукопашную дыру. Ха-ха-ха. Вот это было бы круто. Но это интересно. Интригует. Правда, я так и не понял, в чём суть металлических качеств монстра. Странно. Очень странно. Дальше, видимо, ясно будет. Ссылки на плейлист группы ВК, Фейсбук, Твиттер, а также на другие прохождения по вселенной Трансформеров снизу в описании под видео. Рекомендую к просмотру. С вами, как всегда, был Доцент. Пока-пока.